В День памяти и скорби Омская область присоединилась ко всероссийской патриотической акции «Свеча памяти». В Парке Победы прошел концерт, посвященный 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Почтить память тех, кто сражался и трудился в огненные годы, пришли сотни амичей разных возрастов. Мы регулярно с семьей гуляем в Парке Победы, прививаем дань памяти нашему ребенку, подрастающему поколению. Сегодня совершенно случайно мы попали на День памяти и скорби с концертом в том числе в Парке Победы, чему несказанно рады. Почетными гостями события стали представители органов исполнительной власти. Губернатор Омской области Александр Бурков, председатель законодательного собрания Владимир Варнавский, заместитель министра по делам молодежи физической культуры и спорта Иван Колесник и другие. Перед началом концерта губернатор отметил, что война коснулась каждой семьи. Когда мы вспоминаем о Великой Отечественной войне, мы говорим о героизме, о патриотизме, о воле к победе нашего народа. 22 июня мы вспоминаем, какой ценой эта победа была добыта. Я хочу сказать, что тот народ, который воевал на фронтах и ковал победу в Тулу, достоин уважения и памяти. Сегодня память о наших героях хранится в семейных фотоальбомах, в наших сердцах военных песнях. И низкий поклон всем, кто пережил страшные первые дни войны и прошел ее дорогами до победного мая 45-го года. Артисты филармонии, омских театров, ведущие творческие коллективы представили программу в честь героев, погибших за мир на земле. Со сцены прозвучали культовые песни «Вспомните, ребята», «Темная ночь», «Алеша», а также пронзительные стихи. Эти события в 80-летие давности забывать нельзя, потому что эта война стоила нам 27 миллионов жизней. Из Омской области было призвано 287 тысяч человек, и 144 тысячи из них не вернулось. То есть, считайте, половина, даже чуть больше половины. Трогательный момент – церемония зажжения лампадок. Они призваны напомнить жителям нашей страны, какой ценой досталась победа. 80 лет назад началась страшная война, в которой нам удалось победить, но победить ценой многих человеческих жизней, жизней наших земляков. И сегодня наша задача, чтобы подвиг, который был когда-то совершен нашими предками, он никогда не был забыт. И те даты, которые знаковые для нашей страны, они были в памяти всегда и передавались из поколения в поколение. Кульминация акции – шествие к памятнику солдату-победителю и формирование мозаики из зажженных свечей. В этом году жители нашей страны в память о первом дне войны создают огненные картины войны. Изображения из свечей связаны с кладом региона в победу. Рядом с монументом возник силуэт танка Т-34. Это та машина, которая уходила с наших заводов на фронт. И мы посчитали важным изобразить именно ее. Потому что наш народ, омский, не только уходил на фронт, но еще и здесь боролся за жизнь и отдавал все для победы. Поэтому со слезами на глазах сейчас все стоят и вспоминают эту трагическую дату. Нужно помнить. Поэтому мы под картиной написали единственную фразу, которая это олицетворяет. Омск. Помним. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok